Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, и мы продолжаем играть в игру Beholder. И в предыдущей серии я сказал, что вы должны решить, ну, точнее, посоветуйте мне, что сделать с нашей химичкой. И тут, конечно, вот прям разделились мнения, и изначально я, конечно, придерживался политики партизан, да, то есть я придерживался политики партизан, поэтому думал, все-таки придерживаться и этой политики, но серьезно, партизаны мне же и угрожать стали. Вот это вот как раз-таки и мешает мне теперь за них, как бы, за них вести слово, что ли. Поэтому, наверное, я думаю, я все-таки сообщу этой женщине о том, что ее попытаются убить. Так что давайте посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Так, у нас... Кстати, мне сказали, что вот у торговца можно с ним поговорить, и, типа, он билет мне продаст, но сейчас нет. Это, наверное, уже кто-то посмотрел, или сами прошли, или кто-то посмотрел концовку, где-то потом, возможно, это появится. Сейчас этого нету, некоторые пытаются спойлить, и это печально, на самом деле. Так, грядет проверка. Вот по поводу проверки мне сказали, посоветовали убрать все камеры. Это как вариант, потому что, в принципе, всего другого. Как они меня могут спалить? У меня ничего личного. Ну, можно продать все лишнее, да, чтобы... Ну, вот, как видите, ничего такого вредного нету, да? Камеры можно будет продать, что ли, не знаю. Так, давайте, давайте расскажем ей. Вас хотят убить. Есть люди, которые хотят вас убить. Они подложили в дом бомбу, но я ее обезвредил. Я знал, что про газ стало известно, но я думал, что именно моя жизнь окажется под угрозой. И жизнь моей дочери тоже. Что за газ? Рассказывайте. Что ж, теперь нет смысла скрывать. Мы делаем газ, который позволит избавить пациентов от страха, от необходимости принимать решения. Что вы имеете в виду? Как бы вам это объяснить, Карл? Тема непростая. Вы знаете, что отличает большинство маньяков, лучше сказать, героев, от обычных людей? У них нет страха. Их нейроморальная система работает особым образом. Сигнал на кору мозга поступает не так, как у нас с вами. Вернее, не так, как у вас. Я не смогу вам это объяснить, вы не поймете терминов. Но поверьте, мы сможем сделать так, чтобы и обычные люди перестали бояться. Жизнь не изменится, но страха больше не будет. Разве это не рай на земле? Вы серьезно? Абсолютно. Все эти эмоции, они только мешают людям работать и выполнять свой долг. Что вы планируете делать дальше? Я была готова и даже запланировала переезд, но он, возможно, возможен не раньше, чем следующим летом. Карл, вы поможете мне сбежать, пока я тут у вас буду, будут проблемы? Так. Мне как-то от нее, значит, нужно избавиться. Так, окей, давайте. Давайте посмотрим, что у нас. Про работу мать, поговорить про работу настроить против матери, видите, можно, да? Вы знаете, чем занимается ваша мать? Да, она делает сверх людей. Все для того, чтобы приумножить славу вашего, нашего великого, кого-то там. Так. Знаете, что сначала мы сделаем? Мы на нее напишем характеристику. При этом при всем попытаемся заработать на этом деньги, да, как-то так. Так, где она у нас? Квартира номер 4. Гражданка Инга Биркенфельд. Инга, так, 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 так. Женщина, семейное положение с Гердой Биркенфельд. Так, профессия оператор-химик. Так, и... Отправляем. Отправили. И еще одну характеристику. Сейчас попробуем на дочку сделать. Она у нас курит. Но на нее, ладно, не будем посылать характеристику. Уж слишком круто. Так, и как бы ее отправить, ну, как бы... Инга просит помочь ей уехать из страны. Не знаю, что с этим делать. Надо камеру убирать потихоньку. Ладно, давайте посмотрим, погодите, погодите. Нет. Так, камеры, камеры. У меня 100 дней до проверки есть. 100 часов точнее. Спасение. А, то есть, мне еще можно решить все-таки. То есть, можно и настроить. Да. Я, честно говоря, даже... Так, а вот... Ну-ка, давайте посмотрим. Он нас там спит, что ли? Стоп. Его нету в доме? А нет, вон он спит, спит. Так, здесь спят, здесь. Давайте посмотрим, как у нас с камерами. Вот здесь камеры нету. Так, воу-воу-воу. Чего это надо делать? Плохо спит. Офигеть. Спалил такой, да? Тоже спит, но, блин... Что-то они все тут присутствуют, но... Так, окей. Давайте с ней поговорим. Раз она не спит, это дело такое, да? А, кстати, может быть, теперь вот, когда она не спит, может быть, с ней поговорить, может, как-то помочь ей, ну... Так сказать, с ее сном. Ну, не знаю. О работе. Ну, вот здесь вот нет. Никаких идей, мыслей нету. Так. Ну, даже и не знаю. Так, вот давайте с бабушкой поговорим. Может быть, она нам поможет. А проработал в библиотеке тоже ничего нету. Так. Вот сейчас только, когда она уйдет. Ну, блин, и опять бабушка... Бабушка пошла бухать. Бабушка. Хе, нормально. Бабушка такая любит. Так, ну-ка, иди-ка сюда. Давай с тобой поговорим. Блин, и как вот... Серьезно, и как мне с ней... Давайте тогда всех уже... Ну, со всеми поговорим, только потом уже решим, потому что... Реально, ну как же иначе-то? Иди-ка сюда, быстрее давай, пожалуйста. Окей. О, смотрите, поговорить про бессонницу. Дора, у вас все в порядке? У вас проблемы со сном? Я кому-то мешаю? Нет, что? Я просто интересуюсь. Я действительно очень плохо сплю. Как закрою глаза, сразу в голову лезут мысли о всяких страшных вещах, еще и кошмарные сны. Узнать причины. Давайте узнать... Узнаем, интересно. Вы знаете причину? Кошмар. Я лишь могу... Я лишь хочу помочь, уверяю вас. Почему-то мне кажется, что вам я могу открыться. Дело в том, что я до смерти боюсь своего бывшего мужа. Он страшный человек, Карл. Почему? Он обращ... Воу. Он обращался с вами неподобающим образом. Если бесконечное обращение к врачам с подбойами разной степени тяжести, это следствие неподобающего обращения туда. Как же вы вышли за него замуж? Мои родители настояли на нашем браке. Для них дочь, которая, скажем так, пристроена, это большой успех и цель в жизни. Это звучит ужасно. Нет, ужасно то, что каждый раз, когда я валялась в больнице с очередным переломом, они вставали на его сторону. Это ты сама напросила, спровоцировала и все в этом роде. В общем, я несколько лет набирал смелости и вот, наконец, сбежала оттуда и теперь скрываюсь тут, как мышь в норе. Думаете, он будет вас искать? В этом я уверен, он воспринимал меня как свою собственность. Уж к чему, а к своей собственности он относится трепетно. Проблема в том, что у мужа есть знакомый в Министерстве учета граждан. А вот, кстати, и дальнейшее развитие, так скажем, я опасаюсь, что он может узнать, что я здесь и тогда. Не сомневайтесь, он заявится сюда и сломает меня как куклу. Я всеми силами постараюсь этого не допустить. Вы хороший человек, Карл. Предложить помощь. Я думаю, вам нужно хорошенько поспать. У вас есть снотворное? Нет, я не подумал про снотворное. Я попытаюсь достать его для вас. Вот увидите, как только вы хорошенько выспитесь, жизнь заиграет новыми красками. Спасибо, вот уж не ждала ни от кого помощи. Блин, как-то я очень, так сказать, поздно об этом узнал, что ли. Так, у кого бы мне спросить про планы? Давайте. Карл, вы поможете мне сбежать, пока я тут, у вас будут проблемы. Заставить съехать немедленно. Помочь? Ну, давайте помочь. Вот за тысячу я, конечно, могу, но давайте поможем. У меня уже есть проблемы, надеюсь, я не пожалею о своем решении. Со своей стороны обещаю, я все вам компенсирую, как только окажусь на другой стороне земного шара. Шучу. Мне нужны документы для меня и моей дочери. Идеально бы подошли чистые паспорта. У вас, случайно, таких нет? Отложим разговор. Откуда вы у меня такие паспорта? Серьезно. Они смеются, что ли? Что вам нужно? Поговорить про снотворное. Давайте поговорим. А, да, 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 да. Нет, закончить разговор. Так, не то. Снотворное где-то нужно взять, да? Ну, либо купить, либо у кого-то выпросить. Ну, вот здесь я вот смотрю, что нет никаких. Я пообещал найти снотворное. Снотворное 250. Круто. Так, с ней я уже поговорил. Так, вот с дочкой надо еще поговорить. Про работу, мать, я думаю, ну, 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 ну. Ну, ладно. Я же решил, что буду как бы помогать. Так, что, в принципе, все решено. Так. Единственное, тут носки можно потырить. Так, давайте снимем. И вот камеры, интересно, их продавать нужно будет? Вот такой вопрос. Вот это уж очень интересно, потому что непонятно. Ну-ка, давайте поговорим. Погодит. Ну, блин. Вот интересно, что-то вообще изменил? Точнее, изменилось там вот? Ну, нет, не хочу я. Кому стучаться-то? С квартирой что-то изменилось внутри? Ну, ладно. У нас вот эти три три параметра первых. Они не давят на нас. То есть они не требуют у нас... Так, можно камеру установить. Можно камеру установить. Не требует от нас трапешки, так сказать, да? То есть прям категоричных действий не требуется. Поэтому мы можем спокойно рассудительно все облазить, все изучить. Так, здесь у нас, смотрю, газированная вода, зеленая кофта. Так. Ну, вот одно сейчас камеру стылим здесь. Вот здесь вот очень сложно будет с камерами. Первого уровня, что ли, камера здесь стоит? Нифига себе. Ну, ладно. Окей. Давайте на всякий случай облазим, потому что, понимаете, есть у меня такое подозрение, что после, так сказать, после того, когда я уже первый раз лазил, может быть, второй раз, может, что-то новое появится. Книга о любви. Вот запрещенные предметы, лампочка. Можно ее, так сказать, на этом, ну, так сказать, бабушку-то эту подловить. Ну, вот лампочку я, кстати, не находил. Либо я не находил, либо о лампочках вышел кодекс, так сказать, позже, чем... Так, давайте, здесь я вроде бы все вытащил. Так, окей. Давайте снотворные поищем. Так, мы не торговать, что продаете сегодня? Так, давайте все продадим, в принципе. Я даже камеры продал, торопясь, продал камеры все. Так, ладно, это все ерунда. Вот здесь вот снотворные. Давайте купим. Смотрите, мышьяк. Ребят, мышьяк, представляете, можно кого-то было травануть. Офигеть. Серьезно, можно было кого-то травануть, офигеть. Так, сонору мы можем домой отвезти, на самом деле. Ну, как сказать, сдать ее... Вы, короче, понимаете, да? Так, давайте быстренько, во-первых, берем здесь камеры, потому что 79 часов осталось всего лишь. И вот все равно у меня такое прям подозрение, что с камерами там очень все печально. и я, похоже, не успеваю, не успеваю. Она вот идет. Ладно, тогда и сейчас как раз снотворные-то и дадим. Здравствуйте. Поговорить про снотворные? Да-да-да-да-да. То есть, вот я как бы отдал снотворные. Окей. Окей. Ну, давайте досье. Вот эта тетка, представляете, шубу ради... Ну, короче, вы помните этот момент, когда она хотела купить... Ну, хочет купить шубу, а не купить там детям что-то вкусненькое. Составить рапорт. Шестая квартира. Сонора Войко. нарушает директиву про лампочки. надо ее найти. Директива 6049 от 8 сентября. И... Уж простите, но... В дом выехала полиция. Да. При этом, при всем, как бы, я же могу таким же образом подбросить какой-то предмет, да? и... Ну, вы понимаете, да? Как бы, тоже не очень приятно будет. Кстати, да, это как вариант. Я вот что-то об этом вообще забыл. Чуть такое. А, она типа полиция. О-о-о, такая типа, о-о-о. Лампочка. Ага, такая типа. И чего? Лампочку уже записали. Я же про... Про лампочку-то и говорил только. Чего он ходит-то? Хороший сказать. Я только лампочку уже сказал. все. Я же про лампочку-то. Я же про лампочку-то. Я же про лампочку-то. Что вам нужно? Спросите, что ей нужно. Делал очень деликатный и личный канал. Я в некотором роде специалист по деликатным и личным делам. Я долго думал завешивать разные варианты. Мой бывший муж это со мной. Он был смелым, сильным и властным. А на заводе, где они производят винтовки, его дразнят дырявой задницей. А все потому, что однажды он уронил заряженную винтовку на пол и она прострелила ими угодицу. Для него это была всего лишь царапина, которая зажила за неделю. А вот на мне он срывался полгода почти каждый день. Более того, с тех пор смотрите, за что-то мне дали. А за что мне дали? Я что-то не понял. За что мне дали 250? Ладно, потом проверим. Более того, с тех пор у него совсем не ладят дела на работе, потому что он теперь боится оружия, как огня. В общем, Карл, мне нужно оружие. Это единственный способ защититься от моего бездумного безумного бывшего мужа. Вы серьезно? Хранить оружие, а тем более использовать, запрещено. Моя жизнь угрожает опасность. Прошу вас. Я даже не знаю, где я могу его для вас достать. Я на 100% уверен, Карл, что для вас это не составит труда. Вы спасете меня? Я посмотрю, что можно сделать. Страх и ненависть. 48 часов, ребят. Если я, скорее всего, воу, я что-то видел здесь зеленый. Если я, скорее всего, ну, отдам ей оружие, и у нее будет оружие, и придет проверка при этом, при всем. Но вот я, ну, короче, не сдобровать тогда. Скорее всего, это печально. Но за 48 часов я могу сделать этот квест. Может быть, она там закончится, не знаю. в общем, ладно. Да что ж, они прям ее так пинают. Прям даже как-то печально, что так получилось. Ну, про оружие ничего не могу сказать, потому что оружия у меня нету. Только у торговца, наверное, его можно будет купить. так, здесь у нас. Давайте быстренько мы... Я несколько денег получил. дороб... Так, ладно, погодите. Автобус. Я, кстати, зря здесь камеру убрал. Я не вижу, что там происходит. они идут обратно или нет. Поэтому будем вот только по этому моменту следить. Камеры все-таки убираем. Так, освободили квартиру. Давно пора, на самом деле, уже заселить нового жильца. Так, сейчас, секундочку. Так, 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 так. Давайте как раз-таки посмотрим. Так, пускай ремонт. А вот здесь вот рапор Сонора Бойко. Характеристика. 250 денег я за рапорт получил. Ну, что-то как-то несерьезно, честно говоря, 250-то. Серьезно. Совсем маленькие деньги-то. Так, и нового жильца давайте. Ищу квартиру на улице Крушвиц. Вот тут вот семья, это вот интересно. Работник, КПП, а нужна квартира на... КПП. КПП. Так что давайте, давайте, давайте нового работника. Воу, воу, это кто такая? Жан Эрн. Ого. Кто? Хуй из Жан Эрн. Смотрите, что? Ох, нифига себе. Тут что-то прям творится. Квест какой-то. Так, секундочку, пожалуйста, давайте я гляну в квартиру. А, блин, она вот идет. вот так. Здесь все-таки надо камеру повесить, вот самую такую элитную, да, то есть, чтобы смотреть, чтобы следить, короче, за вот этим вот. Вот он туда-сюда бегает, самую проблему будет. Так, давайте все-таки с пистолетом решим мое почтение торговать, давай-ка, ну-ка, иди-ка сюда. Так, оружие, оружие. Вот, 6000. Давайте покупаем. Ну-ка, девочка, иди-ка сюда. Я принес вам пистолет, спасибо, обещаю, я не буду с ним очень аккуратный, вы не представляете, как много вы сделали для меня, вы рисковали своей репутацией, вот возьмите за ваши хлопоты, благодаря вам я впервые за сто лет чувствую себя в безопасности. Тысячи денег всего лишь получил и репутацию, репутация это важнее всего, но пистолет уже мы можем украсть у нее рано или поздно, да? То есть, такое. Давайте посмотрим, что за квест, и блин, там вот работник. Фух, как вы, кто вы такая, я могу вам помочь, я представляющий, управляющий этого дома. Я Жанна Эрн, глава женского рабочего движения. Наши главные задачи избавить женщин от кухонного рабства. Наш девиз, каждая женщина вместо заводского станка и пару лаковых туфель для танцев. Вы готовы сделать взнос во имя свободы и счастья своих всех женщин нашей страны? А сколько сейчас стоит свобода женщин? Пять тысяч, товарищ Карл. Аммм... Нет, я не буду делать взнос, это все бабий вздор. Аммм... Зря я, похоже, с ней решил поговорить, потому что либо мне сейчас лишаться пяти тысяч, либо почему-то вступать в какой-то конфликт. И вот здесь вот непонятно. А давайте заплатим. Деньги есть. Куда мне еще эти деньги? Больше не нужны. Ну и ладно, я запишу вас в белую книгу. Жанна, а вы уверены, что с танковым женщина станет счастливее, чем на кухне? Без сомнения, товарищ Карл, прогресс шагнул далеко вперед, и мы шагаем вместе с ним. Женщина сегодня лучшая замена мужчинам. Да уж, замуж вам надо, барышня. Я была замужем, товарищ Карл, готовила, стирала, убирала. И что же, по-вашему, делал мой муж? А ничего. Мало того, он разводил дома боевых петухов, которые гадили везде, где только можно, даже в борщ. Боевых петухов, и много он на этом зарабатывал. Ох, мужчины, вас интересуют только деньги. Ну да, он зарабатывал очень много, потому как разбирался в этом лучше всех. Но ведь эти бои нелегально, а он словно насмехался над законом своего лучшего чемпиона, назвал мудрый вождь. И хотя тот не проиграл ни одного боя, это ведь неуважение к нашему великому лидеру. Подумай только, назвать так петуха. Да, за нами могла приехать в любой момент. За нами могли приехать в любой момент. Слава вождю, я вовремя ушла от мужа, и теперь нашла счастье у заводского станка. Вот уж воистину история о леденящей крови. И она уходит, да? Это вот немножечко странновато. в плане ну как бы то есть я просто пять тысяч заплатил, ну непонятно кому, да? Окей. Не понял немножко, конечно, но да ладно. Так, по поводу камер давайте, конечно, хотя, кстати, почему, почему я сейчас повелся на это камеру убирать? ух ты, а это кто у нас? Криста Мария Дреймон, это ну да, понятно, жена супруга, точнее, нового жильца. Наверное, я зря убираю камеры, потому что давайте с ним познакомимся заодно, потому что, похоже, изначально мне сказали любыми способами, хотя, ладно, ребят, я управляющий, меня зовут Георг Дреймон, мы совсем недавно переехали сюда, а кем вы работаете? В данный момент я в поиске работы подал заявку в Министерство занятости, прошу прощения. Раньше там, откуда мы приехали, я был сотрудником иммиграционной службы, а я слышал у вас легкий акцент, откуда вы? Наш документ в порядке, я не думал, что иметь акцент против закона, да я вовсе не об этом имел ввиду, просто у нас тут не часто можно встретить иностранца, у нас будут неприятности? Не переживайте, директив по поводу акцента или незаконной иммиграции пока не выходило, спасибо, успокоили, а то ведь у меня большая семья и еще не все приехали пока только мы с женой, остальные в пути, остальные, да на мои попечения много родственников, жена, сын, теща, дядя и еще и племянница, действительно немало, воу, поговорить, просмотреть, поговорить про ситуацию на границе, давайте про страну, мы думаем, что переехаю сюда, решили множество проблем, но жизнь здесь не очень-то отличается, множество министерств государственного контроля во всем слышал, даже что и революционеры тут есть, но контроль может быть и не так уж плохо, министерств у нас действительно много, недавно создали министерство надзора за министерством строгого контроля, а про министерства инновации, стоматологии, вы слышали, или про министерство штампов? и еще нет, сложно уследить за всем, что сейчас появляется, из последних новостей я слышал, что решено объединить министерство сельского хозяйства с министерством культур, это жесть, и как же оно будет называться? Министерство агрокультуры, сейчас они занимаются организацией патриотических концертов в полях, их фестиваль свекольная отчизна, и спектакль патриоты едят брюху, очень популярно, как я слышал, сейчас готовят новое представление картофельное знамя дружбы народов, прекратите, я не могу больше это слушать, понятно, про работу давайте поговорим, как вы, кем вы говорите, работали, работали раньше, инспектором иммиграционной службы, принимал решение выпускать или выпускать людей в страну, звучит довольно скучно, как по мне, о нет, скучать было некогда, поверьте, правила для въезда менялись каждый день, да и люди приходили, скажем так, всякие, вы, наверное, очень хорошо разбираетесь в разных родах документах, в визах и прочем, то есть, то есть, обращайтесь, если будет нужна помощь, на поделку у меня глаз наметан, угу, понятно, ребята, и боюсь, вот теперь у меня денег-то не хватит ни на что поговорить про ситуацию на границе, вы не в курсе, как сейчас с выездом отсюда в другие страны на границе на замке, по сути, да, но варианты еще есть, хотя и мало, к тому же, эти варианты не из дешевых, Георг, я не уверен, что это можно с вами обсуждать, но, вы сможете мне помочь уехать с семьей, вы хотите уехать, проблемы на работе, скажу вам по секрету, мы переехали сюда именно из-за проблем на моей прошлой работе, пока не уверен, но иметь такую возможность мне не помешает, хорошо, я вам помогу, но это будет стоить больших денег, а не меньше 145 тысяч, сколько, сбежать с контрабандистами существенно дешевле, но нет никаких гарантий, что вас не поймают на границе, к тому же, нелегальное положение в этой стране, куда вы хотите уехать, заставить вас прятаться до конца жизни, я же говорю о настоящих документах, Карл, это большое число бумаг, большое число бумаг, виз, справок и подтверждения из множества ведомств, причем не только места, но из той страны, куда вы хотите уехать, но как только все это будет, вы будете настоящим гражданином, настоящими гражданинами, которые живут там совершенно легально, я понимаю, есть какие-то способы снизить сумму, вам нужны любые документы, дающие право на выезд из страны, паспорт, билеты, если есть, приносите, мы продолжим разговор, также, если у вас есть друзья за границей или здесь, мы можем связаться с ними, тогда получите справ, справок будет значительно легче, значит и сумма, необходимая для отъезда, уменьшится, я понял, спасибо, Георг, ну даже, знаете, как-то так, такой, знаете, ну как бы это сказать, под конец, очень тяжеловато, да, то есть, ух ты, даже я не знаю, что, что вот, как, да, как быть, очень, очень, очень такой сложный выход, похоже, в этой серии у меня не получится, как бы дождаться, грядет проверку, то есть, проверки я не увижу, но, скорее всего, в следующей серии, ставьте лайки, если вам понравилось видео и вы хотите видеть дальше, всем всего удачи и пока.